Не знаешь из какого крема делать цветы? Смотри этот обзор. Я покажу тебе в деле 4 крема. Масляный крем глазурь, фасолевая паста, крем шентифлекс и белковый крем. Каждым кремом мы сделаем два вида цветка. Я буду использовать совершенно одинаковые красители и одинаковые насадки. Ну что ж, начнем! Чтобы обзор кремов был более объективным, для всех 4 кремов я буду пользоваться тремя насадками. Насадка 124К, ею я буду делать ранунклюсы, насадка 123АТЭКО, ею я буду делать пионы, насадка 104, ею я буду делать зелень прямо на цветке. Для обзора я выбрала 3 красителя. Это розовый электро, темно-зеленый и светло-зеленый. Зеленый электро. Первый крем белково-заварной. Для цветов белковый крем окрашиваем в розовый цвет. В белковом креме существует особенность. Невозможно практически придать много тонов и разные цвета крему перед тем, как заложить в пакет. Поэтому мы частично окрашиваем пакет в дополнительные тона. Вот это очень важно запомнить. Это особенность белкового крема. И если вы этим не будете пользоваться, то у вас будут достаточно такие одноцветные цветы. Вот так как мы хотим придать им более жизненный вид, да, то есть побольше добавить красок к цветам. Вам это обязательно нужно запомнить. Сейчас мы окрашиваем в равномерный цвет белковый крем. Белковый крем мне нравится тем, что он очень мягкий, нежный в работе. Не нужно применять больших физических усилий. Его легко сделать, особенно когда вы поняли, как это делать. С ним достаточно легко справляться даже в тонких пакетах. Вот посмотрите, я поставила сюда насадку 124К. У меня есть переходник, поэтому я могу насадочку сменить. Мы окрасили крем в розовый нежный цвет. Для того, чтобы придать дополнительный оттенок, я беру этот же краситель розовый электро и капаю капельку на пакет. Затем беру кисточку и распределяю этот краситель полосочкой так, чтобы он у меня вместе с кремом вылазил через насадку и окрашивал цветок. Вы можете сильнее или меньше это все сделать. Закладываем крем. Опускаем крем к насадке. Пакет готов к работе. Теперь нам нужно подготовить зелень. Также вы можете положить крем в ту же миску, где вы окрашивали в розовый цвет. Добавляем сначала светло-зеленый краситель. Вот у меня зеленый электро. Вымешивайте белковый крем аккуратно. Он очень нежный, его легко выдавливать. Но также его легко промешать так, что крем осядет. То есть его легко испортить, пока вы замешиваете. Поэтому будьте аккуратны. Промешивайте мягкими движениями. Мы добавили с вами светло-зеленый. Теперь мы часть этого крема отложим немножко вот так в сторонку и добавим темно-зеленый. Добавим темно-зеленый. И вы видите, что цвет зелени у нас меняется. У нас есть светло-зеленая часть, есть темно-зеленая часть. Но чего-то не хватает. Нам не хватает естественности. Поэтому мы берем тот же самый розовый краситель, который мы добавляли с вами в крем для цветов. И добавляем капельку в зелень. И размешиваем. Смотрим, что получится. Получится оттенок приглушенной зелени. Более близкий к естественному цвету. То есть нам надо вот эту зелень ненатуральную приглушить. Вот так. И теперь мы можем добавлять больше яркости. То есть добавить снова светло-зеленый. Потом добавить снова темно-зеленый. В чем сложность белкового крема? Нам нужно поэтапно добавлять красители, чтобы прийти к красивому натуральному цвету. Белковый крем очень нежный и может не выдержать всех этих перемешиваний и добавлений. В этой нежности и заключается минус белкового крема. Также минус белкового крема в том, что вы, положив цветок на торт, можете легко его смазать. И он уже вы его никак на торте не восстановите. То есть, если, например, из масляного крема вы положили цветочек, он более-менее стойкий. Из фасолевой пасты тоже. Крем Шентифлекс, даже если вы заденете рукой, то цветочек останется таким, какой он был в начале. Обратите внимание, какими нежными движениями я замешиваю крем. Ну что ж, замешали, приятный оттенок. Теперь мы все это положим в пакет. И, конечно же, на пакет мы нанесем краситель. Вы можете сделать светло-зеленую полоску, капнув светло-зеленый краситель и распределив по пакету его. И обязательно советую вам капать какой-нибудь бордовый, красный или персиковый из тех оттенков, которые вы используете для цветов. Зелень с красными полосочками всегда очень хорошо смотрится на цветке. Закладываем белковый крем в пакет. Конечно, белковый крем очень вкусный. Он придает нежность торту, воздушность. Он практически невесомый. На торт вы сможете горой положить примерно где-то грамм только 500-600. Вы просто из 500-600 грамм крема вы сможете сделать большое количество цветов и завалить ею торт. Вот такой вот у нас пакет получился с зеленью. Вот наши два пакета. Делаем ранункулюс. Так, делаю основание для ранункулюса. Посмотрите, цвет у нас выходит зеленый с краю, красный по поверхности насадки. Делаю основание для ранункулюса. Крем очень нежный, поэтому движения вам придется делать более размашистые и более отрывистые, чтобы была граница между лепестками. Насадки белковый крем любит тонкие. Так, я беру насадку 124К и делаю лепестки для ранункулюса. Наша полосочка цветовая еще пока не вышла. Белковый крем любит тоненькие насадки, поэтому 124-ю насадочку вы даже можете к ней не трогать, ее не дополнять, не расширять, потому что с производства насадка приходит тонкая. Она, как нельзя кстати, подходит именно для белкового крема. Белковый крем не прозрачный, поэтому нам приходится прибегать именно к тонким насадкам и стараться сделать максимальный объем между лепестками. И, конечно, большую роль играет цвет, который мы с вами подбираем для цветов. Так, дополнительно давайте вот этот лепесточек сделаем, такие боковые лепесточки. Вот наша полоска цвета очень хорошо видна. Белковый крем хорошо держит форму, поэтому мы к нему можем, к самому цветку, сделать листву. Это хорошо смотрится. И на белковом креме я даже настаиваю на том, чтобы сразу к цветку делали зелень. Почему? Потому что отдельно на листике из белкового крема мы не можем сделать зелень и потом ее заморозить, чтобы потом поставить на тортик. И вот эти дополнительные действия, которые мы будем, например, на самом торте делать зелень, это тоже затруднительно именно с белковым кремом. Поэтому старайтесь зелень сделать сразу на цветок. Это очень красиво и очень удобно. Меняю насадку на розовом пакете. У меня есть вот такой вот переходник. Очень удобно с ним менять насадки. Беру насадку 123 Атека. И теперь буду делать пионы. Чем мне еще нравится белковый крем? Тем, что из него можно сделать крупные цветы. Вот, например, пионы. Для того, чтобы создать красивый пион из белкового крема, нам нужно сделать объем между лепестками. И именно из белкового крема получаются самые большие и крупные пионы. Посмотрите, как хорошо и высоко я могу поставить лепестки. Лепестки держатся и высокие, и те, которые я на боковинку укладываю. И это еще не самый крупный цветок, который можно сделать из белкового крема. Берем пакет с зеленью с насадкой 104. И прямо на цветке делаем пиону зелень. С одной стороны работаем, и с другой стороны работаем. Так у нас из одного пакета получается зелень двух цветов. Светлая и темная. Крем прекрасно держит форму. Его также можно сохранить. Ну, например, на следующий день сделать сегодня цветы и на следующий день украсить. Тогда в этом случае вам нужно поставить цветы в холодильник. Потому что при комнатной температуре, именно по этому рецепту, на этом белковом креме, появится тонкая-тонкая, незаметная глазу пленочка. Он подсыхает немного, этот крем, в при комнатной температуре. И когда вы будете укладывать цветы на торт, они будут тянуться за ножничками, и вам будет неудобно. Следующий на очереди упругий крем Шантифлекс. Крем Шантифлекс. Очень интересный крем. На вкус он как пудинг, такой плотный пудинг. Или как заварной крем. Но заварной крем и пудинг, да, это для нас практически одно и то же. Чем он прекрасен? Им можно работать в очень жаркую погоду. И с ним ничегошеньки не будет. Он просто обожает, когда на улице 40-50 градусов и в помещении 30. Им тогда легче всего работать на самом деле. В чем сложность? Если в помещении прохладно, то он быстро стынет и становится плотным. Его очень тяжело будет вам выдавливать. Но на самом деле к этому тоже легко привыкнуть. И как бы крем можно доработать. Если в помещении очень прохладно, и он у вас просто-напросто, даже изначально получился очень плотным, просто нужно добавить сливок. Или добавить меньше желатина. То есть здесь вы сами уже подберете себе идеальный баланс желатина и сливок. Также его прямо в пакете можно подогреть в микроволновке, если предварительно снять насадку. Давайте его окрасим для цветов. Мы берем наш 19-й розовый электро. Капаем капельку. Этот крем окрашивается иначе. То есть не как белковый мы замешиваем сразу весь цвет, весь крем. А замешиваем постепенно. Сначала мы размешиваем цвет на боковинке. И смотрим интенсивность окрашивания. Нам нужен, например, очень нежный розовый цвет. Естественно, тот же самый краситель на разных кремах будет давать разные оттенки розового. Потому что сам крем имеет свой цвет. Зачастую это кремовый, желтоватый. Поэтому будет разный результат. Так, мы замешиваем на боковинке. И у нас получается достаточно интенсивный розовый цвет. Мы этот розовый цвет интенсивный откладываем. Вот сюда. Прилепляем к боковинке. И оставшийся крем замешиваем с частью интенсивно-розового крема. Кшентифлекс. Крем плотный. Поэтому вы хорошо натренируете руки. Пока работаете этим кремом. После этого крема белковый крем кажется просто легкой пушинкой. В этом плане белковый крем может быть и проще для первого крема. С которого лучше начать кремовую флористику. Кремовую флористику. Вот, посмотрите, какой красивый нежный цвет у нас получился. И у нас есть с вами два цвета. Такой темно-розовый и светло-розовый. Теперь нам нужно скомбинировать эти тона, чтобы красиво у нас это все в пакете лежало. Мы берем, делим каждый пополам. Складываем их вместе. И вот в таком виде закладываем в пакет. Насадку у нас 124К. Закладываем крем в пакет. После того, как вы положили крем в пакет, вам нужно его аккуратно подвинуть к насадке. Просто руками здесь не справиться. И даже шпатель иногда не помогает, потому что крем очень вязкий. То есть, по-хорошему нам надо подчистить пакет и подогнать крем к насадке. Мы можем воспользоваться шпателем. Аккуратно подогнать. Или воспользоваться скалкой. Просто подкатать этот крем к насадке, к выходу. Все, скручиваем пакет. Пакет у нас с вами готов. Окрашиваем зелень. В эту же миску, где у нас был розовый, выкладываете нужное количество крема. И сначала его окрашиваете в зеленый цвет. Я беру всегда светло-зеленый вначале. Капаю капельку. И окрашиваю весь полностью. Так как крем Шантифлекс не боится перемешивания, вы можете активно перемешать, чтобы это было побыстрее. Раз-раз-раз и перемешали. Особенно хорошо, если в помещении тепло. Крем податливый, не застывает. Все прекрасно. Для того, чтобы придать этому зеленому цвету натуральный оттенок, мы капаем капельку розового. В данном случае розовый. На самом деле это может быть и оранжевый, и персиковый, и даже фиолетовый. И бордовый очень хорошо тоже на зелени смотрится. Разные оттенки оливкового у нас получаются. Так, у нас получился вот такой цвет. Смотрите, у нас тут полосочки непромешанного светло-зеленого. Мы это в сторону откладываем. Теперь добавим сюда темный. Я по одной и той же технологии стараюсь замешать зелень, чтобы была видна четкая разница между кремами. Шентифлексу необходимо небольшое количество красителя, чтобы получить интенсивный цвет. В белковый крем, например, нужно большее количество красителя, чтобы как-то изменить цвет. Вот, у нас есть темно-зеленый, но недостаточно зеленый. Нам нужно добавить еще. Ну вот, пожалуй, такая зелень меня устроит больше. Что насчет полосочек ярких? Так, сейчас мы этот крем дособерем. Чтобы сделать ярко-розовую, например, полосочку, опять же ярко-розовую, это для зелени, нам нужно взять кусочек белкового крема и его испачкать. Испачкать в зелень. И потом уже только в этот кусочек добавить розовый или любой другой, какой вы выбрали, цвет. Распределить по этому кусочку. Не делать слишком ярким, потому что слишком яркий розовый будет смотреться странно на зелени. Нам нужно сделать что-то вроде такой зелено-розовый оттенок. Вот она наша полосочка. Мы ее лепим сюда. Также к зелени вы можете добавить просто неокрашенный крем. Например, между светлым и зеленым. Вот наши полосочки собраны. Собираем зелень. Укладываем. Вот как мы полосочки с вами собирали, так и укладываем их, чтобы они шли такими же полосочками из пакета. Если белковый крем мы раз и опустили вниз, то здесь так не выйдет. Нам нужно аккуратно распределить этот крем по пакету. Так что стараться сделать так, чтобы вот этими полосочками, как мы его старались распределить, он так и выходил. Чтобы, например, розовый крем сильно не отставал от зеленого. Наши рабочие пакеты с кремом Шантифлекс готовы. Самым первым цветком мы делаем Ранун Плюс. Мы также с насадочкой делаем основание. Крем Ранун Плюс более плотный. Крем более прозрачный. Главное, если техника есть, то наработать нажим и отрыв пакета от цветка уже намного легче. Так вот мы сделали основание. Основание из этого крема держится очень хорошо. То есть оно плотное. Можно не бояться, что основание куда-то поедет, пока вы стараетесь положить лепестки. Теперь кладем лепестки. Вот у нас нежно-розовый цвет. Укладываем лепесточки. Лепесточки можно истончить, подкручивая гвоздик. То есть мы прицепили лепесточек к цветку. Крутим лепесток. Делаем автоматически этот лепесточек короче. В чем сложность? Вы видите, как у меня дрожит рука, потому что выжимать этот крем, если он хороший, плотной текстуры получился, достаточно тяжело. Можно сделать этот крем помягче. Цветочки, может быть, будут менее стойкими, но зато вы сможете спокойно выдавливать этот крем. А можете, например, решить, что вам нужна сильная рука с остальным захватом. И можете удивить кого-нибудь, с кем-нибудь, поздоровавшись своей крепкой, натренированной рукой. И потом сказать крему Шентифлексу спасибо. Обратите внимание, тонкие лепестки получаются из этого крема. В чем плюс крема, что если даже мы заденем такой цветочек, когда укладываем на торт, то вреда ему не будет. Он практически моментально превращается в плотный цветок, нерушимый. Так, давайте сделаем еще лепестки окантовочные. И еще минус этого крема, нужны плотные пакеты. Так как крем достаточно плотный, если вы хотите сильно нажать, поджать, то пакет может порваться. Опять же, если совсем вам жестко, плотно и неудобно работать, добавьте в крем побольше сливок, он будет нежнее. Меняю насадку на пакете с кремом Шентифлекс. Одеваю насадку 123, из которой буду делать пионы. Насадка 123, крем Шентифлекс, делаем пионы. Так, я делаю основание. Очень приятная текстура, такая полупрозрачная. Идеально, хорошо, просто идеально держит форму. В этом плане удобно собирать высокие цветы. Вот они у меня, лепесточки ложатся. И пахнет аппетитно заварным кремом. И в жару идеально для цветов. Вот смотрите, какое высокое основание смогла сделать. И все это хорошо еще держится на гвоздике. Так, теперь я могу сделать, приоткрыть лепесточки. То есть я буду собирать, стараться большой пион. Из этого крема тоже хорошо получаются большие цветы. Так, вот они у меня, большие лепесточки для пиона. Добавляю маленькие. Все хорошо держится. Чем еще чревато, например, у нас очень плотный крем, и мы добавили сливок. Когда очень плотный крем, мы можем собрать большие цветы, не боясь, что они разъедутся. Когда крем вы разбавляете сливками, он становится мягче, но цветочки большие, на которые вы делаете, навешиваете потом с боков лепестки, могут немножко в центре разъехаться. Поэтому, когда я работаю с шентифлексом, если у меня получился плотный крем, я напрягаю все свои силы и стараюсь из этой плотной массы делать цветы. Не разбавляю, потому что я привыкла делать большие цветки, высокие, с лепестками. И точно знаю, что если крем немного разбавить, то уже цветок не будет держать форму так, как мне нужно. Мы с вами сделали пион. Следующий на очереди чудо-крем фасолевая паста. Фасолевый крем. Это чудо-крем. В нем нет ни капельки жира, много белка. Очень полезный крем. Также вы его можете сделать еще более полезным, если сделаете без сахара. Ну, например, с медом или со стевией. Или с каким-нибудь сиропом топинамбура. Его даже можно сделать без сахара, соленым или с перцем чили. То есть к нему не обязательно добавлять сахар. Сейчас мы с вами окрашиваем крем для ранунклюсов и для пионов. Точно тем же красителем розовым. Смотрите. И тоже начинаем с боковинки. Давайте я возьму. И мы также начинаем с боковинки. Конечно же и на фасолевой пасте розовый цвет будет смотреться иначе. Не как на двух предыдущих кремах. Но растираем и добавляем цвет мы точно так же. Мы начинаем с краю. И делаем сначала интенсивный цвет. Для фасолевой пасты необходимо совершенно небольшое количество красителя. По крему очень хорошо красители расходятся. Так мы сделали более интенсивный цвет. И делаем более нежный цвет. Так же в фасолевую пасту вы можете добавить небольшое количество белого красителя. Чтобы высветлить всю пасту. Особенно если вы делаете какие-то нежные тона. Сейчас я в пасту белый цвет не добавляла. Чтобы было видно какая сама паста по себе. Какой у нее цвет. Добавим еще побольше розового. Совсем у нас слишком нежно получилось. Еще чуть-чуть добавим. Я обычно вариваю пасту так, чтобы она была плотной-плотной. Мне так нравится цветочки делать. Более стойкие лепестки. Если вы хотите понежнее, то вы можете не уваривать так сильно. Или просто немного капнуть водички в пасту. Тогда она станет мягче. Из этой пасты хорошо получаются все круглые цветы. Но возникает сложность с такими цветочками, как хризантема. Потому что когда она отрывается, у нее получается достаточно рваный лепесток. Плюс пасты в том, что она не боится. Плюс фасолевая паста в том, что она не боится ни холода, ни жары. В любую погоду вы можете делать. Совершенно не зависит от того, горячая у вас рука или холодная. То есть крем не растает. Это очень удобно. И, конечно же, это очень удобно. Особенно в тот момент, когда вы учитесь делать цветы. То есть фасолевую пасту вы можете мучить вечно. Она не осядет. Она не застынет. Она не растает. На ней можно отрабатывать техники цветов. Единственный, так скажем, не то чтобы минус, а особенность этого крема, что им чаще работают наоборот. Не от себя, а на себя. Лепестки из этой пасты особо не растягиваются. Поэтому есть возможность освоить обе техники работы. Это тоже плюс. У меня пакет с насадкой 124К для того, чтобы делать ранун плюс. Мы собираем нашу пасту и светлую и темную вместе. Закладываем в пакет. Здесь в пакете мы можем небольшой массаж сделать. Подогнать, распределить цвет, чтобы он смешался немного друг с другом и переход был более нежным. Подкрутить насадку к тому цвету, который нам нужен на выходе. И также нам необходимо подровнять пакет, чтобы у нас он был плотный в том месте, где мы будем ухватывать руками, и чистый в том месте, где у нас будет скрутка. Подготавливаем пакет с зеленью. В ту же миску мы укладываем крем. Добавляем зеленый, светлый. Добавляем. Размешиваем. Также этот крем не боится, если вы будете его долго и много мешать. Ему совсем это не страшно. Этот крем подсыхает на воздухе, поэтому основной ваш крем, из которого вы берете мисочку с кремом, нужно будет закрыть пленкой, чтобы крем не подсыхал в верхней его части. Вот, посмотрите, получился натуральный оттенок. Часть крема мы забрали. В другую часть крема мы добавляем темно-зеленый. Капельку темно-зеленого. Можно даже до конца не размешивать. У нас красивые полоски получаются. Вот такие вот. Мы это складываем сюда. И вот в эту часть добавим немного розового, чтобы сделать розовую полоску цветовую. Хотя оно хорошо, цвет распределяется по фасоли, вообще удивительный крем. Это крем, в который легко влюбиться. Когда вы начинаете делать этим кремом цветы, то остановиться практически невозможно. Натуральность зашкаливает. И основная, так скажем, особенность этого крема в том, что его достаточно долго делать. То есть вам нужно сварить фасоль, потом ее освободить от верхних чешуек, довести до нужного состояния, протереть. Но плюс в чем? Ее можно заморозить. То есть вы можете уделить время на заготовку этого крема. И не уваривать ее с сахаром, заморозить в пакетах, прям брикетами заморозить, без сахара. И когда вам нужно делать торт, вы достали, разморозили, уварили с сахаром, с нужным количеством сахара, до нужного состояния, и ваш крем готов. Так, вот наш пакет. Подгоняем наш крем к выпаду. Подчищаем пакет. Пакет с зеленью готов. Делаем ранунклюс. Насадочка 104. Делаем основание. Пакет с фасолевым кремом. Делаем основание. Делаем основание, как обычно мы делаем, для ранунклюса. Так как фасолевый крем плотный, можно основание сделать высокое. То есть в этом не проблема. И фасолевая паста любит более широкие насадочки. Для фасолевого крема лучше насадочку расширить, особенно вверх насадочки. Также этим кремом работают в обратную сторону. То есть не от себя, а на себя. Это более привычный метод для данного крема. Получаются очень естественные цветы. Я беру насадочку 124К. То же самое, с которой мы делали с вами предыдущие цветы. Из предыдущих кремов. И укладываю лепесточки. Сильно растягивать из фасолевой пасты лепестки не стоит. Вот я стараюсь теми же самыми движениями по той же самой технике положить лепестки. Лепестки смотрятся очень натурально. Смотрите, я клала от себя. Также можно с этим кремом работать и на себя. То есть лепестки укладывать по направлению к себе. Лепестки меняют форму. То есть они часто получаются более вытянутыми. Конечно, это тоже влияет на вид цветка. Из фасоли можно собирать большие цветы. Потому что пасту можно сделать достаточно плотной. Мне, конечно, очень нравится естественность этих цветов. Вот эти рваные краешки, это допустимо совершенно в фасолевой пасте. В фасолевой пасте присутствуют именно вот такие немножко слегка рваные краешки на цветках. Вот мы с вами делаем однотипные рануклюсы, чтобы была видна хорошо разница между цветами. Так, повторные лепестки сделали и теперь делаем зелень на цветке. Так, повторные лепестки. Так, повторные лепестки. Так, повторные лепестки. Фасолевый крем, насадка 123 от ЭКО, делаем пион, делаем основание. Здесь с этим кремом очень хорошо, когда вы придерживаетесь техники. То есть, например, если в белковом креме я могу отойти от основной техники, потому что мне нужно придать объем лепесткам и дать воздух между ними, придать им больший объем, дать больше воздуха между лепестками, то с фасолевой пастой лучше отрабатывать именно саму технику, как вот она есть. Укладывать лепестки так, как это необходимо по всем правилам. И тогда получаются идеальные цветы, которые иногда просто не отличить от настоящих. Самые натуральные цветы, самые реалистичные, получаются именно из фасолевой пасты. Видите, как получается, что самые натуральные цветы получаются из самого натурального и полезного крема. Укладываю лепесток за лепестком. Конечно, даже примерно при одной и той же технике получаются разные цветы, разные пионы, разные ранунклюсы из разных кремов. Ну вот, например, для меня это истинное удовольствие поделать цветы с фасолевой пастой. Добавляем зелень. Также из этого крема можно цветы сделать заранее для вашего торта. Самое главное их сохранить в первозданном виде. При комнатной температуре вот эти вот краешки цветов будут подсыхать, менять цвет и крошиться. Поэтому нужно сделать цветы, поставить их в холодильник и прикрыть пленочкой. Не прижимать, а просто прикрыть. Тогда цветочки не травмируются и сохранят свою влажность и не будут трескаться края. То же самое касается и крема Шентифлекс. При комнатной температуре и просто в холодильнике этот крем может заветриться. Поэтому даже если вы украсили торт, и это касается и фасолевого крема, если даже вы украсили торт или приготовили цветы заранее для украшения, их нужно накрыть. Либо на подносе вы их накрываете пленочкой тонкой, либо уже прямо на торте накрываете пленочкой, аккуратненько их сверху сильно не прижимая. И тогда цветы сохранят свой внешний вид. Ну и последний в обзоре у нас масляный крем-глазурь. Масляный крем-глазурь боится всего горячего, поэтому вам понадобится хлопчатобумажная перчатка. На хлопчатобумажную перчатку уже одеваем перчатку, подходящую для работы с пищевыми продуктами. Это защитит наш крем от воздействия тепла от нашей руки. Вот у меня рука очень горячая, как горячий утюжок, поэтому если я голой рукой берусь за пакет, крем просто вытекает из пакета. Берем крем. Его и промешиваем, прежде чем добавить краситель. Хорошо, если в помещении примерно 18 градусов и прохладнее. Тогда вам будет комфортно работать с кремом. Если в помещении жарко, то это будет очень затруднительно, потому что цветы даже могут падать с гвоздика. Капаем наш розовый краситель и растираем на боковинки. Остальную часть размешиваем с небольшим количеством более яркого крема, чтобы сделать нежный оттенок. У меня тут совсем нежный, поэтому я возьму и весь размешаю, потому что у меня как раз получится из этого количества нежный оттенок. Отлично. И теперь часть отложу и вот эту часть окрашу еще одной капелькой красителя, чтобы получить более интенсивный цвет. Масляный крем глазурь быстро тает, поэтому обязательно создайте условия для работы с ним. Если у вас не получается из этого крема делать цветы, вы видите, что лепесточки оплывают, что он валится с гвоздика, значит точно неподходящая температура для работы с ним. Откройте окно, если на улице прохладно. Постарайтесь как-то снизить температуру в вашей комнате. Я люблю этот крем за то, что из него получаются очень нежные, тонкие лепестки. И больше всего из этого крема я люблю именно ранунклюсы сделать. Берем пакет с насадкой 124К. Берем наши два оттенка темный и светлый. Также вместе закладываем в пакет. Подбегаем к выходу и шпателем чистим. Вот это место на пакете. Оно должно быть чистым, чтобы крем у вас не таял и не стекал по пакету вниз в основную массу. Теперь собираем зелень. Укладываем крем в ту же самую миску, где мы с вами окрашивали розовый крем. Размешиваем. Добавляем наш светло-зеленый. Добавляем розовый. Добавляем еще розовый. Мало добавила. Так, откладываем часть. Другую часть добавляем темно-зеленый. Для масляного крема используйте те же самые красители водорастворимые. Не обязательно покупать жирорастворимые. У них и мало цветов, и окрашивают они не лучше, чем водорастворимые красители. Поэтому даже не тратьтесь на это дело. Так, добавляем светлый крем, просто белый крем. Сюда полосочку. Часть от него можно взять и окрасить, сделать розовую полосочку для нашей зелени. Так, вкладываем в наш пакет зелени. Стараемся работать быстро, чтобы в левой руке у нас не нагрелся пакет. От тепла рук этот крем моментально тает. Поэтому, если вы только начинаете работать, то есть учитесь делать цветы из крема, то этот крем будет таять у вас в руке. Потому что вы первый раз делаете цветочек, у вас все время будет рука в напряжении. Это лепестки медленно делать. И, скорее всего, этот крем доведет вас просто до белого коленя. Потому что постоянно будет таять у вас в руке. И вытекать через насадку, а не вылазить каким-нибудь красивым лепестком. Этот крем я советую освоить после того, как вы уже наработали технику более стойким кремом. Делаем ранунклюсы. Насадка 104. Масляный крем-глазурь. Делаем ранунклюс. Посмотрите, какой красивый тонкий лепесток, гладкий. Из этого крема очень красивые переходы цветовые получаются. И можно вытянуть лепесток. Истончить его до невероятного состояния. Я беру большой пакет. Насадка 124К. И делаю лепесточек. Я очень люблю этот крем. Несмотря на то, что он такой капризный в плане рабочей температуры. Если к нему приноровиться, то можно делать невероятной красоты цветы. Еще плюс этого крема в том, что можно зелень сделать на листе отдельно и заморозить. И когда вы ставите вот эту замороженную зелень в торт, получается очень красиво. Эту зелень можно поставить так, что она будет объемно смотреться. Будет торчать и со всех сторон в торте. И получится очень красиво. Разноцветная зелень на торте будет смотреться очень красиво. Еще можно сделать зелень разной формы. И косичкой, и классического вида зелень. И круглую зелень, и вытянутую зелень. То есть в этом тоже большой плюс этого крема. Так. Я стараюсь сделать однотипные рамин плюсы. Такие, которые я делала из прошлых кремов. Так. Добавляем зелень. Масляный крем. Мы делали с вами сейчас ранун плюс насадка 124К. Теперь я меняю насадку на 123. И будем делать пионы. Делаем пион. Насадка 123. Масляный крем глазурь. Конечно, и из этого крема можно сделать цветы заранее. Вы можете их заморозить. Можете их поставить в холодильник. И охладить. Они застынут. Но прежде чем ставить на торт, я вам советую их довести до комнатной температуры. Так, чтобы они стали мягкими. Ну то есть податливыми цветы стали мягкими. По крайней мере той температуры, в которой вы их делали. Так вам будет удобнее их укладывать на торт. И вы сможете создать красивый букет. Поджать где надо. То есть это вот. Я всегда цветы укладываю именно мягкими на торт. Посмотрите какие лепестки можно уложить. Красивые. Соблюдая технику. Или давая больший объем между лепестками. Здесь можно работать и с белковым кремом. В такой легкой технике. И как с фасолевой пастой. Более такая натуральная техника. Где лепесток укладывается за лепестком. Соблюдается его форма. Природные естественные рельефы. То есть масляным кремом можно работать вообще в любой технике. От себя на себя этот крем может выдержать все. И конечно вот эта четкость лепестков она подкупает. Добавляем зелень. Ну что ж, наступило время для краш-теста. Давайте помучаем наши цветочки. Давайте начнем с белкового крема. Эти цветы мы делали самыми первыми. Ну и самые первые будем ломать. Давайте посмотрим насколько они стойкие и крепкие. Я сильно ударила этим цветком по подносу. И этот цветок достаточно достойно выдержал это испытание. Цветок нежный. Посмотрите, он легко ломается. О чем мы говорили, что если вы заденете этот цветочек на торте. Вот, например, вы раз и задели его. То эти лепестки ломаются и нужно будет их чем-то прикрыть. Но сами цветочки невесомые и хорошо держат форму. И они очень вкусные. Мне очень нравятся торты с белковым кремом, потому что они вкусные. Мне нравится цвет. Можно сделать яркие цвета из белкового крема. Очень клиентам нравится белковый крем. И я просто обожаю украшать этими цветами детские торты. Ну и конечно же с этим кремом мне очень нравится делать многоярусные торты. Невероятно красиво с этим кремом смотрится каскад из цветов. Они легкие. Их можно беспроблемно класть друг на друга и сделать целую горку из цветов. Из этого крема это реально сделать каскад из цветов намного реальнее, чем из любого другого крема. Крем Шентифлекс. Посмотрите, он отличается тем, что цветочки упругие, как мы говорили. Вы даже посмотрите, я его сейчас буду сжимать. Вот он поэтому Шентифлекс, потому что он двигается, он танцует. Если вы заденете нечаянно его на торте, то практически вы не нанесете ему особого вреда. Если вы его вдруг даже уроните, он просто от вас ускачет, во что-нибудь вляпается, но не сломается. Этим кремом очень удобно украшать одноярусные торты. И на детских тортах хорошо смотрится, и на ярусных тортах хорошо смотрится. Но каскады из этих цветов я не люблю делать, потому что цветы достаточно тяжелые и не липнут друг к дружке. Вот посмотрите, они не прилипают. Чтобы сделать каскад из этих цветов, нужно ставить подпорочки, шпажки, чтобы нанизать их. Еще на мастику, когда вы кладываете эти цветы, они не прилипают. То есть тоже нужно заботиться о том, чтобы создать им такую поверхность, чтобы они не свалились с этой поверхности. Цветы выручат вас летом в жаркую погоду, когда невозможно совершенно работать масляным кремом глазурь, потому что он тает. Эти цветы очень нравятся клиентам из-за вкуса, потому что они как пудинг, как заварной крем. Клиентам очень нравится взять этот цветочек и пожамкать, поиграть с ним. Они и внутри вкусные, им нравится откусывать, этот цветочек тянется, то есть это прям как отдельное пирожное. Эти цветы также хорошо смотрятся, когда вы кладете их друг на друга и создаете объем. Учтите, что цветы достаточно тяжелые и к вашему торту вы можете прибавить 500-600 грамм, уложив эти цветы, например, горкой на торте. И они супер стойкие. Фасолевая паста мне нравится тем, что из нее получаются самые натуральные цветы, то есть самые близкие к природе цветы вы можете сделать из фасолевой пасты. Также фасолевая паста не боится ни жары, ни холода. Вы можете работать горячими и холодными руками, хоть в печке, хоть в холодильнике, у вас получатся цветы одинаково хорошо. Посмотрите, она мягкая, на вкус она как бобовая халва, мягкая. Мне очень нравится придавать ей ароматы. Я, например, добавляю мед и капельку ванильной эссенции. Или, вот мне девочки писали, они делают на сгущенки и добавляют капельку рома, что придает уже прекрасный аромат. Цветы на торте. К торту они добавляют свежий вкус, похожий на пудинг, такая текстура у нее. Прежде всего, конечно, я фасолевую пасту люблю за вот эту естественность и красоту. Масляный крем глазурь. Это, наверное, мой самый любимый крем. Но не за то, что он такой податливый, например, был бы или удобный в работе. На самом деле, он достаточно капризный в работе. Дело в том, что самый первый крем, которым я научилась работать, это масляный крем глазурь, поэтому я горячо его люблю. В чем плюс масляного крема? Это в том, что вы можете сделать зелень отдельно на листе и заморозить ее. И создав при этом очень пышные, красивые букеты. И, конечно, тонкость лепестка. Можно сделать лепесток кругленьким, аккуратненьким, тоненьким и подчеркнуть красоту цветка этим. Также крем очень нежный и вкусный. Обладает очень приятным сливочным нежным вкусом. Давайте посмотрим, насколько он стойкий. Достаточно стойкий крем. Можно ставить цветы друг на друга. Рецепты всех этих кремов есть на нашем канале. Ссылки в описании. Надеюсь, что я вдохновила вас на создание кремовых цветов. Спасибо вам за пальцы и за комментарии.